В Чубаксарах отгремели теле-елки. Уникальное новогоднее представление, которое соединило в одно целое два вида искусства. Телевизионное и театральное. Национальная телевидение Чувашии поддержала этот проект. Подробности в следующем сюжете. Приходишь в театр, а попадаешь в телевизор. Ученики медиа-центра Куча Мала целый год готовились удивлять город. Теле-елки это в первую очередь интерактивное представление. Зрители получают пульт от телевизора и вместе с главными героями путешествуют по разным телеканалам. Так вместе с ведущими и корреспондентами национального телевидения Чувашии ребята снимают репортаж. Пытаются найти преступников, которые вырубают заволжские ели. Чем мы будем отбиваться от преступников? Они ведь на нас с товаром. Ногами! Ногами! Ничего себе! «Голубой огонек на России-1», шоу первого канала «Лучше всех» и хит последних месяцев всех музыкальных телеканалов в прямом смысле поднимают зрителей с мест. В представлении задействовано 43 артиста от 5 и до 16 лет. Кто-то уже привык к публике, а кто-то на сцене впервые. «Я чуть не упала на выступление из-за того, что первый раз вышла на сцену. А я чуть не проспала. Финальный выход». «Это большой плюс, огромный плюс выступления на сцене. Поэтому не жалко ни одной минуты потрачено здесь». «Когда я выходила на сцену, зрители сильно смеялись. И это даже лучше, чем тебе хлопают». «Глядь в глаза смерти. Скажи, я толстая». «Ты не толстая. Ты тяжеловатая. Но не переживай. Котвора из-за тебя привернулся». Теле-елки – это не только веселье. Это экскурс в профессию журналиста. «Ну, друг, вот тебе первое задание. Надо найти новость. Здесь все этим занимаются». Во время представления зрители узнают, что такое новость, к чему может привести недостоверная информация. И что основной принцип нашей работы – не навреди, а помоги. «Этот спектакль был особенный. И он не мог просто не вызвать новогоднее настроение». Мария Шоклева, Даниил Сергеев и Александр Васильев. Республика.